Всем привет! Вы находитесь на канале Фотокомп просто о сложном. И этим выпуском я завершаю свою трилогию рассказа о том, как я сделал заставку к рубрике «Спроси фотографа». Это будет не мастер-класс, я просто покажу, как это всё устроено. Всё достаточно просто. Делаю я этот рассказ только потому, что просил об этом один из моих подписчиков. Если нужен подробный мастер-класс, подробный урок, набираем 50 лайков под этим видео. И я приступлю к разжёвыванию, что и как здесь устроено и происходит. В прошлый раз я рассказал о том, что эта заставка была сделана в фотошопе. Это многослойный файл Photoshop документ. Как мы видим, каждый отдельный рисунок у нас на отдельном слое. Сейчас покажу, для чего это нужно. Нужно это вот для чего. При импортировании файла в формате PESD в видеоредактор Adobe Premiere, мы получаем уже практически готовую заставку. Единственное одно «но». Все слои у нас, каждая картинка, каждый отдельный слой находится у нас на определённом уровне на шкале времени. И здесь, просто перетаскивая мышкой за границу каждого слоя, можно на глаз настроить, как мы хотим, чтобы объекты располагались, двигались и отображались в какой последовательности. То есть, вот сейчас я, смотрите, запускаю готовую заставку. Собственно, всё достаточно просто. Ну и аудиодорожка располагается тоже вот. Звук чириканья птички или вспышки фотоаппарата можно найти в интернете в формате MP3. Сам файл, содержащий в себе проект Adobe Premiere, имеет сложное расширение. p-r-p-r-o-l-g Не знаю, правильно я произнёс или нет, но надеюсь, что правильно. Что надо знать о файле с расширением p-r-p-r-o-l-g? Это всего лишь проект. То есть, все вот эти вот изображения, картинки, физически, они не находятся внутри этого файла. Они отображаются, вы их можете посмотреть, как это всё выглядит. Но если вы исходный файл удалите, здесь вы его также потеряете. То есть, у вас останется как бы ссылка на него, и вы получите предупреждение, что файл потерян. Ну а кому интересно, кому интересно, предлагаю самостоятельно сделать подобную заставку в стиле Mortal Kombat. Тем более, что у нас скоро выходит игра Mortal Kombat 11 на ПК, в которую я буду обязательно играть на своём игровом канале. Канал называется Fotocomb игровой. Ссылка будет в описании. Вот. Но если кому-то непонятно, то о чём я рассказывал, кто-то вообще видит впервые видеоредактора Dog Premiere, и не понимает вообще, что такое видеоредакторы, не работал ни с одним из них, то я повторяю. 50 лайков под этим видео, и тогда я делаю подробный разбор, подробный мастер-класс. Вот. Такие дела. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, кому что понравилось, кому не понравилось. Принимаю любые комментарии. Пока. Пока.